Уголь Мы знаем, как работает современный угольный терминал. Один из самых крупных во всей России. Терминал АО «Дальтрансуголь» в порту Ванина. Сегодня через терминал проходит 24 миллиона тонн угля в год. 234 миллиона тонн погружено с начала работы терминала. Это около 30% от перевалки угля во всех дальневосточных портах. И пятая часть всего морского российского угольного экспорта. Терминал «Дальтрансуголь» связан с двумя независимыми транспортными артериями. Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожными магистралями. Они могут поставлять до 50 миллионов тонн угля в год. Уголь приходит в порт Ванина от 14 поставщиков из Западной и Восточной Сибири, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока. Ключевые поставщики – разрез Тугнуйский в Бурятии и главное добывающее предприятие Хабаровского края – Ургал Уголь. Через терминал на экспорт отправляется бурый коксующийся и каменный уголь, включая премиальный уголь с высокой калорийностью. А теперь проследим путь угля через терминал на всех этапах. Все начинается с железнодорожных подходов. Здесь важно принимать грузы быстро, эффективно, не теряя времени. Поэтому в терминале «Даль-Трансуголь» впервые в России было применено круговое движение вагонов. Это исключило простои и заметно ускорило процесс выгрузки. Собственный парк из восьми маневровых тепловозов и современные системы помогают сократить время на приготовление маршрутов передвижения подвижного состава, на формирование натурных листов поезда, на качественное и оперативное обновление перевозочных документов. Для быстрого дистанционного коммерческого осмотра вагонов применяются системы промышленного телевидения. Специалисты проводят осмотр в режиме онлайн прямо со своего рабочего места. Следующий этап — разгрузка. Она начинается в здании вагона-опрокидывателя. Каждый из двух опрокидывателей из арсенала «Даль-Трансугля» способен за один раз опрокинуть не менее двух полувагонов. При нормальной интенсивной работе каждый опрокидыватель в среднем выгружает по 30-35 вагонов в час. Важно, что работа в порту Ванина не останавливается ни на минуту. Самый северный угольный порт страны работает круглый год. Для этого на предприятии «Даль-Трансуголь» был разработан уникальный самоходный комплекс. Он разрезает смёрзшийся уголь, который зимой превращается в монолитные блоки прямо в полувагонах. Затем уголь размораживают и свободно выгружают. Чтобы снизить количество угольной пыли, после переворачивания вагонов уголь подвергают ударам системы туманообразования. Уже на этом этапе грузы проходят контроль качества и готовятся к перевалке. Частоту груза проверяют прямо в здании вагона-опрокидывателя. С помощью камер уголь осматривают в полувагонах, убирают мусор с поверхности груза. А чтобы очистить уголь от металлических частиц, применяют магнитные сепараторы. Они установлены прямо на конвейере. Когда рамка детектора обнаруживает металлический мусор, конвейер останавливается, а место обнаружения подсвечивается с точностью до 15 см. Поскольку чистый уголь больше ценится импортерами и растет в цене, контроль за частотой угля осуществляется на всех этапах работы терминала. После того, как уголь через бункеры попадает на транспортерную ленту, он выгружается на склад с помощью стакера-реклаймера. У терминала «Дальтрансуголь» имеется пять складов, где единовременно может храниться 1 миллион 200 тысяч тонн угля. Транспортерные ленты терминала могут доставлять на склады 4300 тонн угля в час. Ленты есть на каждом этапе перегрузки – от вагона-опрокидывателя до причала, где очищенный уголь по конвейеру подается на суда-погрузчики. Современный угольный терминал невозможно представить без комплекса мер, которые направлены на защиту окружающей среды. Поскольку пылеобразование – это естественный процесс при перемещении угля, важно на каждом этапе перевалки максимально снизить выбросы угольной пыли. Поэтому на всех этапах технологического процесса – от выгрузки угля из полувагонов до погрузки на суда – применяются установки для снижения пыления. Причем эффективность отдельных систем достигает 96%. Сегодня АО «Дальтрансуголь» использует 8 из 9 наиболее эффективных доступных технологий пылеподавления. Аспирационные установки в пересыпных станциях и здании вагона-опрокидывателей. Брикетирование угольной пыли собраны аспирационными установками. Оно исключает повторное сбрасывание пыли на конвейерную ленту. Системы туманообразования и пенообразования в здании вагона-опрокидывателей. Установки пылеподавления по периметру угольных складов. Мобильные снегогенераторы и поливомоечные машины. Укрытие конвейерных лент с защитными кожухами. Системы пылеподавления на стакерах-реклаймерах и судопогрузочных машинах. Вакуумные погрузчики для сухой уборки производственной территории. Кроме того, на территории терминала «Дальтрансуголь» предусмотрено строительство ветрозащитных экранов по всему периметру угольных складов. Экраны будут сдерживать распространение угольной пыли за территорию производственной зоны. Первый этап строительства уже ведется. В настоящее время строятся секции ветрозащитного экрана протяженностью около 855 метров и высотой до 25 метров. Помимо работающих систем пылеподавления, на территории терминала «Дальтрансуголь» осуществляется регулярный мониторинг состояния воздуха, воды и почвы. Работают системы экологического контроля. Заключительный этап перевалки — погрузка угля. В порту Ванина она происходит в максимально короткие сроки, так как собственный буксирный флот на ходу все 365 дней в году. В арсенале АО «Дальтрансуголь» четыре буксира ледового класса, способных совершать маневры даже во льдах. Буксирный флот выходит на службу при любых погодных условиях. Кроме того, Ванина — самый глубоководный порт в регионе. Может принять любое судно дедвейтом до 200 тысяч тонн с осадкой до 18,5 метров. В результате терминал «Дальтрансуголь» работает круглые сутки, днем и ночью. Известно, что ночные швартовые операции требуют особой точности и слаженности работы всех служб терминала, поэтому на предприятии уделяется особое внимание профессионализму и опыту сотрудников. При этом АО «Дальтрансуголь» продолжает расширять возможности и увеличивает инвестиционный потенциал. В ближайшей перспективе предприятие планирует выйти на рекордные объемы перевалки — до 40 миллионов тонн угля в год — в плане реконструкции существующей инфраструктуры и строительства новых производственных объектов. Здание вагона-опрокидывателя и помещение по оттаиванию вагонов. Установка новых конвейерных линий и пересыпных станций. Модернизация существующих мощностей. Установка нового стакера-реклаймера с подмашинными путями. Расширение угольных складов. Кроме того, предприятие сегодня вкладывает ресурсы для развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. Предполагается строительство трех дополнительных путей в сортировочно-отправочном парке станции терминал АО «Дальтрансуголь». Увеличение количества путей до 10 в парке отправления станции «Терминал-2». Создание всей необходимой инфраструктуры. А также строительство соединительного пути. Также планируется присоединение новых железнодорожных путей необщего пользования к существующей инфраструктуре АО «РЖД» в районе грузового парка «Токи» в станции «Ванино». Это позволит увеличить провозные способности железной дороги до обозначенных правительством показателей в 180 миллионов тонн. А еще даст возможности расширить строительство транспортных путей для перевозки разных видов грузов. В итоге, сегодня специализированный угольный терминал «Дальтрансуголь», находящийся под управлением национальной транспортной компании, остается одним из ключевых участников на российском рынке экспорта твердого топлива и продолжает совершенствоваться, внося вклад в развитие региона и в экономику страны. «Дальтрансуголь». Мы смотрим в будущее.